Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала! С вами опять я, Елена Волчек. Я хочу поблагодарить всех, что вы встретились на канале, поддерживайте меня! За это вам огромное спасибо! А сегодня мы будем готовить заливной пирог. А начинка у нас будет с лесных грибов, яиц и обжаренного лука. Для нашего пирога нам понадобится для теста мука, простокваша, я ее сделала из молока, скислила, можно из кефира делать пирог, яйца, сахар, соль, сода и растительное масло. Яйца для начинки я отварила заранее, а грибы буду сейчас нарезать небольшим кубиком и обжаривать вместе с луком. Чем меньше, тем лучше, если грибочки порезаны. Они лучше обжарятся и будут равномерно распределяться внутри нашего пирога. Грибы у меня отварные, лесные, мы сами собирали. Если у вас нету лесных грибов, вы можете положить обычные шампионы или вешенку. Просто их обжарить вместе с луком и также положить в пирог, как я. Ну, конечно, лесные грибочки, они более ароматные. У меня здесь белый и польский гриб. Грибы наши порезали, теперь отправляем их на сковородку обжариваться. Затем будем резать лук и отправлять следом. Теперь будем разрезать наш лук. Я режу его пополам, потом еще разделю пополам и нарезаем. Грибочки наши сейчас немножечко обжарятся и будем ложить лук и слегка тоже его пассеровать. Лук я слегка приправлю к куркумой, чтобы он был желтенький и красивый. Грибы наши мы вылаживаем в тарелку и оставляем для полного остывания. А в это время мы займемся нашим тестом. Итак, займемся нашим тестом. Выливаем яйца, высыпаем соль, сахар и будем это все перемешивать. Теперь добавляем растительное масло и нашу простоквашу. Я вам говорила, я ее сделала из молока, которая прокисает, из хорошего качественного молока. Но вы можете взять обычный кефир, но не с простоквашей больше нравится пирог заливной. Затем берем муку, всыпаем в нее часть соды и будем просеивать ее в наши жидкие продукты, частями. Это не вся мука, у нас еще столько же пойдет, поэтому мы разделили соду. Тесто готово. Оно вот такое вот довольно густое. На вид как очень густая сметана. Но оно только на вид густое. Оно такое, потому что мы его делали на простокваши. Если бы оно было на кефире, оно бы было более жидкой консистенции наше тесто. А так оно густое, но оно воздушное. Теперь будем вылаживать на противень наше тесто на низ, а наверх начинку. Но сначала мы перемешаем грибы с яйцом. Яйцо мы натрем на терку. Яйцо я буду натирать на терочку прямо в нашу тарелочку с грибочками. Затем это все перемешаю. И тогда буду вылаживать начинку, буду вылаживать на тесто. Теперь все перемешиваем, чтобы равномерно было и яйцо, и грибочки, когда будем вылаживать на наше тесто. Чтобы у нас был вкусненький наш заливной пирог. Вот так вот. Начинка готова. Можно вылаживать тесто и формировать пирог. Для начала мы в нашу форму будем вылаживать тесто на низ. Примерно две трети мы вылаживаем на низ. Вот так еще немножечко. Одну треть оставляем. Тесто я сейчас распределю. Противень нашу я смазала. Теперь вылаживаем нашу начинку из грибов, лука и яиц. И распределяем ее по всему тесту. По поверхности всего теста. Чтобы было равномерно. Чтобы везде была у нас начиночка. И грибочки, и яичко, и лучок. Чтобы все было везде. Вот таким вот образом. Начинку нашу распределили. Теперь будем распределять тесто. Оно у нас, конечно, густое. Поэтому не совсем удобно его распределять. Но зато с этого теста получается очень вкусный пирог. Вкуснее, чем с кефиром. Мне, по крайней мере, нравится больше, чем с кефиром. Немножко, конечно, нужно повозиться с тестом, чтобы было распределить. Но зато потом получается вкусняшка. Вот так вот тесто наше я все распределила равномерно. Закрыла нашу начинку. Теперь можно ставить в духовку и выпекать наш пирог. Вот такой вот красивый, аппетитный у нас заливной пирог с грибами, с луком получился. Сейчас я его разрежу и покажу, какой он изнутри. Немножко его отодвину, он еще на горяченький. И покажу вам, какой он изнутри у нас. А теперь посмотрите, какой пирожок у нас изнутри. Грибочки, яйцо, лучок. Это причем с краешку. В середине всего этого будет намного еще больше. А какой он воздушный, аппетитный, рыхлый. Ммм, какая вкуснятина. Всем советую такой пирожок приготовить. Кому понравился рецепт моего пирога, ставьте лайк. Кому не понравился дизлайк, подписывайтесь на мой канал. С вами была я, Елена Волчек. Всем приятного аппетита и до новых встреч. А рецепт был, как сюда, в описании под видео.